Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео про лечение кошек и собак наших домашних питомцев с помощью науки фунготерапии. Фунготерапия – это наука, изучающая лечебные свойства высших базидиальных грибов. В природе не только травы, но и грибы, высшие базидиальные грибы – это лекарство, и наши предки это знали всегда. Современная наука всего лишь только повторяет то, что было известно на протяжении многих веков. Грибные лечебные препараты Центра фунготерапии, которые я представляю – это очень сильные биологически активные добавки из целебных грибов, которые были разработаны на основе сугубо научных данных и адаптированы к потреблению и животными, и людьми. Сейчас, для примера, я расскажу вам о потреблении этих грибных препаратов при болезнях сердца у кошек и собак. Ну, а в завершении кое-что скажу еще о питании, потому что при лечении, при профилактике и после каких-то операций, осложнений, после лечения, в период реабилитации очень важно учитывать и другие факторы, а питание из них главный. Дорогие друзья, вообще лечебные свойства высших базидиальных грибов известны, как я уже говорил, с древних времен. В народной медицине они широко использовались и раньше. Были специальные учебные, если современным языком говорить, заведения. В монастырских травниках об этом было известно еще 700 лет назад. В настоящее время плодовые тела и культуральные мицелии многих видов грибов служат сырьем для получения препаратов, которые используются как адаптогены, иммуномодуляторы, терапевтические средства. Их огромным неоспоримым преимуществом является отсутствие токсичности и побочных негативных действий. Биологическая активность высших базидиальных грибов определяется наличием у них целого ряда компонентов, среди которых наибольшее значение имеют полисахариды. Например, в шитаке это полисахарид лентинан, который заставляет макрофаги, такие иммунные клетки, синтезировать на своих внешних мембранах большее количество фермента перфорина, которые, например, лизируют раковые клетки и тому подобное. Терпиноиды и различные иммуномодулирующие протеины. Кроме того, грибы содержат гиполепидемические, антибактериальные и антитромбические вещества. Питательная ценность, а главное лечебные свойства грибов позволяют использовать их для изготовления различного рода диетических добавок, но трицептиков, которые можно использовать в качестве адаптогенов, поддерживающих деятельность основных интегрирующих системы организма животных, нервный, гормональный, иммунный. О уникальном составе тех или иных грибов я еще буду говорить не раз в своих лекциях. Кстати, посмотрите, кто не смотрел мои прошлые лекции о лечебных свойствах тех или иных видов грибов. Итак, заболевания сердечно-сосудистой системы у кошек и собак, в данном случае наших питомцев, обусловленной врожденной или приобретенной патологией сердечных клапанов или ослаблением способности сердечной мышцы, ну, что называется, прокачивать кровь через сосуды. Эти проблемы также связаны с недополучением тех или иных питательных веществ из пищи, с некачественными кормами, искусственными, химическими, жаренными кормами, которые люди покупают у известных производителей через различные супермаркеты и в других местах, где эти корма продаются. На ранних стадиях заболевания снижается объем циркулируемой крови, и это приводит к слабости, быстрой утомляемости, вялости животного после даже небольших физических нагрузок. Это приводит к бледности слизистых оболочек и к другим ярким проявлениям проблем с сердцем. Ну, а методика применения целебных грибных препаратов способствует нормализации сердечной деятельности, способствует увеличению силы сердечных сокращений, например, препарат Рейши, улучшению кровоснабжения ткани сердца, снижению интенсивности проявления кардиологических симптомов, например, гриб Кардицепс. Сразу скажу, как применять, и пойдем далее. Рейши применяется для котят до одного года, по пол капсулы в день, и Кардицепс по пол капсулы в день. Между приемами двух препаратов должно проходить от 10 минут и более. Можно принимать до еды, размешивая в водичке в небольшом количестве, чтобы животное выпило это сразу или после еды. Щенки, мелкие породы собак и взрослые кошки по одной капсуле в день, и Рейши, и Кардицепсы. Средние породы собак по две капсулы в день, ну, а крупные породы собак по четыре капсулы в день. Курс продолжается два месяца, и повторять такой курс лучше три раза в год. На более поздних стадиях сердечной недостаточности происходит задержка и накопление жидкости в легких и брюшной полости. При этом возникает кашель, одышка, асцит. Применение грибных препаратов в этом случае позволит снизить скопление жидкости в полостях тела. Это, конечно же, агарик бразильский применяется при этом. А также камфорный гриб. Получится снизить нагрузку на сердечную мышцу, это Кардицепс. И, конечно же, улучшить тонус сосудов, убрать воспаление, это гриб веселка. А также золотой ус и поре. Они способствуют устранению кашля. Кстати, у людей все то же самое, там дозировки просто разные. Методика. Агарик бразильский или камфорный гриб. Щенки, мелкие породы собак, взрослые кошки по одной капсуле в день. Лучше всего брать агарик не в капсулах, а, конечно же, водорастворимый, так как концентрация действующего вещества там выше. Тогда можно по одной трети пакетика один раз в день. Веселка в капсулах по одной капсуле в день или водорастворимая, что лучше форма, по одной трети или половине пакетика один раз в день. Золотой ус или поре, можно их чередовать помесячно, по одной капсуле в день. И кардицепс одна капсула в день. Для средних пород собак. Агарик бразильский в капсулах или камфорный гриб. По одной капсуле два раза в день, всего две капсулы в день. Для крупных пород собак четыре капсулы в день, по две два раза в день. Агарик бразильский водорастворимый для средних пород собак. Один пакетик в день можно по половинке пакетика два раза в день, либо один раз в день. Для крупных пород собак по пакетику два раза в день. Веселка в капсулах. Две капсулы в день для средних и четыре для крупных пород собак. Или, что лучше, веселка водорастворимая форма по одному пакетику в день для средних пород собак и по одному пакетику два раза в день, то есть два пакетика в день для крупных пород собак. Золотой ус или пория – 2 капсулы в день для средних пород и 4 для крупных пород собак. Кардицепс – 2 капсулы в день для средних и 4 для крупных пород собак. Курс 3 месяца и по итогам лечения составляется методика продолжения лечения, если она потребуется. Собакам, предрасположенным к кардиологическим патологиям, в качестве профилактики с 2-летнего возраста рекомендуется применение курса целебных грибов, биологически активные компоненты которых обеспечивают оптимальную частоту сердечных сокращений – это, конечно, рейши, поддерживают функциональную деятельность миоцитов и улучшают сократительную способность миокарда – это гриб-веселка. Кстати, у ротвеллеров, боксеров, голден-ретриверов, кавалер-кинг-чарльз-спаниели, кокер-спаниели, чихуахуа, шицу наблюдается более выраженная предрасположенность к развитию болезни сердца, имейте это в виду. Для профилактики достаточно принимать веселку водорастворимую форму или в капсулах, если в капсулах, то для котят до 1 года пол капсулы в день, щенков маленьких пород собак и взрослых кошек идет одна капсула в день, средние породы собак 2 капсулы в день, крупные породы 4 в день. Водорастворимая форма гриба-веселки треть пакетика в день для котят до 1 года, для щенков мелких пород собак, взрослых кошек по половине пакетика в день, средние породы собак 1 пакетик и крупные породы 2 пакетика в день. Приемы препаратов лучше разделить на 2 раза в день для равномерного получения активных веществ. Ну а порошок из капсул рейши применяется следующим образом. Котята до 1 года пол капсулы в день, щенки мелкие породы собак взрослые кошки 1 капсула в день, средние породы 2 и крупные 4 капсулы в день. Курс 2 месяца и повторять 3 раза в год. У других пород собак и некоторых кошек риск кардиологической патологии увеличивается с возрастом, появляются шумы в сердце и непереносимость физических усилий. В таком случае помимо физических упражнений работы, помимо правильного питания, диеты, курс целебных грибов поможет поддержать сердечную деятельность в норме на протяжении всей дальнейшей жизни. Это гриб рейши. Гриб шитаки поможет обеспечить оптимальную работу сердечной мышцы и защиту иммунитета. Ну а гриб балетус поможет пополнить запасы энергии на клеточном уровне. Методика лечения следующая. Рейши для щенков мелких пород собак взрослых кошек 1 капсула в день, средние породы собак 2, крупные 4. Шитаки, если в капсулах по 1 капсуле в день, для щенков мелких пород собак и взрослых кошек 2 для средних пород собак 4 для крупных. Если шитаки водорастворимой форме, то также как я говорил выше. Балетус по 1 капсуле в день для щенков мелких пород собак и взрослых кошек 2 капсулы для средних 4 для крупных. Курс 2 месяца повторять 2 раза в год. Помимо этого дополнительно я советую добавлять в рацион питания Т8 экстра. Посчитайте дозу для ваших животных в зависимости от массы тела, взяв за основу норму потребления для взрослого человека. Подробнее посмотрите на нашем сайте надгар.ру под товаром Т8 экстра. Дегидрокварцетин я советую добавлять в пищу для кошек и собак по 1 трети или по половине или по одной в зависимости от массы тела мерной ложечки. На протяжении 2 месяцев, месяц перерыв и так далее. Это мощная антиоксидантная защита. А в завершении данного ролика я хочу сказать следующее. Во-первых, все грибные препараты вы можете найти на нашем сайте надгар.ру в соответствующем разделе. Во-вторых, методики лечения тех или иных заболеваний животных вы также найдете по ссылочке, которую я дам вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. В-третьих, я советую добавлять в рацион питания животных хлорелу и спирулину. Когда ослаблен иммунитет, дополнительно давать гранулы маточного молочка. Все дозировки просто делаются от пропорций массы среднего веса человека к массе вашего животного. Точные дозировки при определенных заболеваниях сердечно-сосудистой системы по некоторым заболеваниям я сегодня сказал. Ну а в-четвертых, дорогие друзья, посмотрите непременно вот эти видео, кто еще не смотрел, о кормах. Посмотрите эти отзывы, как многие болезни животных стали уходить только лишь от введения в рацион этих животных своими хозяевами наших уникальных первых в мире сыроедных кормов. Ну и хочу завершить данное видео коротким описанием, чтобы кто еще не в курсе, хотя бы в теории знал, что представляют из себя наши корма. Перед вами, дорогие друзья, не просто веганский, а первый в мире сыроедный веганский корм, как это и должно быть, как это и есть в природе. Жарка и варка разрушают многие нутриенты, поэтому производители кормов, промышленных кормов, добавляют синтетические искусственные вещества для обогащения своих кормов. Оттуда и болезнь у ваших питомцев. У нас же применены дорогие технологии, включая вакуумную и CO2 экстракцию без окисления компонентов продуктов. Все наши компоненты натуральные, живые. Потому наш корм не только полноценный и достаточный для кормления только им, но еще и лечебный. Наш корм полностью сбалансирован по всем необходимым для жизни здоровья кошек и собак питательным элементам. Его КПД усвоение самый высокий из всех возможных. В нем нет ни красителей, ни улучшителей, ни сахаров, антибиотиков, гормонов, нет животных компонентов, ГМО, нет химии. Все компоненты в составе наших кормов экологически чистые, органические. Состав уникален и он опубликован на нашем сайте под соответствующими кормами. Обязательно посмотрите видео под этими кормами на нашем сайте. Есть очень много историй из лечения от многих болезней нашими кормами. Ну а теперь представьте, что если вы к ним, к этим кормам добавите еще и лечебные грибные препараты в зависимости от заболевания или недомогания вашего питомца. В наших кормах есть все. Таурин, Л-карнитин, витамин В12, все омега-3, хондроитин, арахидоновая кислота. И что бы вы ни назвали сейчас, что бы ни придумали в наших кормах, все это есть абсолютно, потому что это все было продумано и профессионально воплощено. Естественно, своих кошек, а у нас их 5, я кормлю только своими кормами. Итак, если вам дорого здоровья ваших питомцев и вы хотите, чтобы они прожили как можно дольше и не болели, то тогда просто покупайте и пользуйтесь нашими кормами, и вы в скором времени сами все увидите и поймете, потому что хоть наши питомцы и не умеют с нами говорить, но они своим видом, своей энергией, своим поведением вам все расскажут лучше, чем словами. Ну а на этом, пожалуй, все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья, ну и, конечно же, вашим питомцам. До свидания, до новых встреч, всего хорошего!